Новый год один из самых радостных и светлых праздников в году. Мы его ждем 12 месяцев, ну а потом уже справляем на полную катушку. Но не стоит забывать, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Сегодня мы с вами попытаемся избежать наиболее часто встречающейся опасности в преддверии Нового года. Для нашего человека любой праздник просто немыслим без употребления спиртных напитков разной степени крепости. Ну а в Новый год, как говорится, сам Бог велел. Заправленный под завязку индивидуум отправляется в нелегкий, полный приключений путь новогодней ночи. Станут ли приключения веселыми и забавными, вроде показанных в фильме «Ирония судьба» или наоборот трагическими, точно сказать не может никто. Не нужно употреблять алкоголь неизвестного происхождения, вроде спирта или самогона. Покупать нужно настоящие, а не паленые алкогольные напитки. Не жалейте денег и отправляйтесь не в ближайший киоск, а в хороший, желательно специализированный магазин. Во-вторых, рассчитывайте свои силы. Меры у всех разные. Одним достаточно пары стаканов горячительного, другие пьют ведрами и им нипочем. В этот день не стоит пить, как все. Пейте столько, чтобы немного веселее стало вам, а не всем окружающим, которые будут на вас смотреть. Выпивая, не забудьте вовремя остановиться. Многие, чувствуя, что перебрали, отправляются освежиться на улицу. Свежий морозный воздух, конечно, отрезвляет. Но, учитывая, что вас немного штормит, можно легко подскользнуться и что-то сломать. Или, скажем, устав от праздника, появится желание прикорнуть на чистом воздухе. Каждый хочет сделать свой праздник ярким и красочным. Нет ничего проще. Петарды, фейерверки и другие пиротехнические изделия помогут реализовать все ваши желания. В погоне за спецэффектами многие забывают, что у них в руках весьма опасная вещь. Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества, способны натворить немало бед, если не уметь с ними обращаться. Не надо делать фейерверки в домашних условиях. В Новый год лучше их просто купить. Приобретать пиротехнику нужно в магазинах, обращая внимание на срок годности и происхождение товара. Не покупайте изделия сомнительного вида, особенно те, которые имеют повреждение или деформацию корпуса, пусть даже незначительную. Хранить приобретенные фейерверки нужно в сухих местах, удаленных от нагревательных приборов. Доверить ответственное дело запуска новогоднего салюта нужно самому серьезному, опытному и, естественно, трезвому человеку. Если ракета не стартовала или упала, не разорвавшись, не надо всем бежать к ней, тем более брать ее в руки и заглядывать внутрь, пытаясь выяснить, в чем причина. По окончанию салюта потушите догорающие элементы. В Новый год забываешь о проблемах и думаешь только о хорошем. Но, к сожалению, наши праздники для преступников трудовые будни. Поэтому придется позаботиться об осторожности, чтобы не стать их жертвой. Для начала отправляясь за новогодними покупками, не забывайте о карманниках. В эти дни для них просто раздолье. Людей много, все бегают за покупками, а значит денег в кошельках полно. Накупив разных товаров, человек в спешке кладет кошелек, куда придется. А потом в толпе не замечает, как его кошелек меняет своего хозяина. Передние карманы, брюк, могут вас спасать от крадежки, потому что из заднего кармана могут вытягнуть и сумки, которая может быть порезана или может быть просто залишена без вашей внимания, выкрадены ваши вещи. Отдельного внимания заслуживает поход по улицам. Конечно, настроение приподнятое, скоро праздник. К тому же, наверняка, вы уже немного выпили. Но, увы, далеко не все разделяют ваше хорошее настроение. Не советуем бросаться на всех встречных с распростертыми объятиями. По улицам часто бродят стайки граждан, настроенных весьма агрессивно. Поэтому, выходя в праздники на улицу, особенно в дорогих вещах или с крупными суммами, не забывайте об элементарной осторожности. Хочу порадить мешканцям, которые потрапили в ситуацию нестандартную для них. Тобто, у них выкрали мобильный телефон, у них выкрали гаманец. И гражданин бачит, кто это сделал. Простейше будет позвать на допомогу поблизу людей, которые находятся, и затримать этого злочинца. Но же, очень безопасно. Потому что злочинцы, как правило, они находятся в таком состоянии, что будут защищать свою свободу до конца. И не винятково, что могут ударить на нести телесные ушкоджения. Цего бы не хотелось, чтобы произошло. Терминово, не откладываясь, не нужно ехать домой, не нужно ехать, шукать пункт милиции. И найти ближайший телефон, или попросить у соседа, или у соседки попросить мобильный телефон, позвонить по 120, это бесплатный вызов. Приедет следовательная группа, которая отдаст максимальную допомогу и сделает все необходимые заходы, чтобы эта злочинец была затримана. И последние советы новогодних гуляний. Одевайтесь по погоде, не геройствуйте на улицах, не переохлаждайтесь. Не оставляйте рядом с елкой без присмотра маленьких детей. Простые правила верно? Соблюдайте их и пусть ваши праздники пройдут без происшествий. С наступающим Новым годом!